Это окунь, пойманный на мотыля. Вторая рыбка за утро для Юрия, которого мы встретили на практически оттаившей Даугове. Юрий рыбачит с 14 лет. К этому его приучил отец. Я жду обычно, когда морозы постоят недели-две, чтобы лед был стабильный. Для Юрия рыбалка – возможность отдохнуть и подумать о жизни. С собой берет термос с горячим чаем, сигареты и журнал почитать. Обычно рано утром едем, в 7-8 где-то на льду. Как по клеву смотришь, весь день можно просидеть. Юрий в курсе, что его хобби – занятие опасное. Но пока не он сам, не его друзья-рыбаки в экстренных ситуациях не оказывались. Аккуратность к этому делал. Все-таки зачем рисковать? Есть лед тогда нормальный, сейчас нормальный 20-30 сантиметров. Что же заставляет людей рисковать, мерзнуть, испытывать другие неудобства ради пары рыбешек, которые они зачастую скармливают котам? Зимняя рыбалка очень полна фантазии. Все красиво замерзшее, такое, как будто немое. Но ты сверишь ломку и думаешь, что дальше будет. И если, скажем, там окушок граммов на 300 летом особо вот такого удовольствия не вызывает, то зимой даже 150-200 граммов окунь, он же считается очень хорошей добычей. И все же зимняя рыбалка – занятие опасное. На этой неделе уже были первые случаи, когда одного рыбака унесло на льдине в море, а другой провалился под лед. К счастью, все обошлось. Но не всегда у таких историй бывает хэппи-энд. Человек, который проваливается под лед, одетый, без спасательных средств или хотя бы элементарных вещей, которые бы помогли выбраться на лед, результат практически 100%, что я гарантирую, что человек не сможет выбраться. Обычно мы про этих людей уже узнаем весной, когда лед растаял. Вот несколько советов для тех, кто оказался внезапно в ледяной воде. Можно только пробовать держаться у льда, сжаться, чтобы содержать тепло. Вот именно эта часть тела, сердце, легкие, и эта часть тела больше всего подвергается холоду. Но держаться у льда и одновременно, опять же, надо привлекать как-то внимание. Не старайтесь самостоятельно вытаскивать утопающего. Лед может не выдержать и вас, а отправляясь на зимнюю рыбалку, в любом случае стоит хорошо экипироваться. Это две палочки небольшие, в которых закручены гвоздики, которые повешены на шейку, висят, такие, как и в руки можно взять, как у детей маленьких перчаточек, с которыми можно выбраться на лед. Еще раз хотим отметить, что самое важное – неотложно связаться со службой 112, и к вам выйдут специалисты из ближайшей пожарно-спасательной части. Снимается специальная доска, которая увеличивает площадь, она выглядит, как сани такие специально приспособленные, которыми можно ехать по льду, потому что спасатель тоже не идет на лед, он провалится. Он подъезжает, можно сказать, подскальзывает к пострадавшим, натаскивает на эту доску и вытаскивает человека. Если же рыбака унесло на льди, не здесь подключаются и военные. Для спасения людей используют лодки, катера и даже вертолеты. Полина Кузьмина, Андрей Елисеев. Специально для Микс ТВ.